боже милости все будем негрешным создав имя Господи помилуй меня без тщеславия согрешил Господи прости меня грешный помилуй достойно есть всякого истинного блажительства Богородицу пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего счастнейшую херувимую и славней истинно Серафим без истинья Бога Слово родишу и сущую Богородицу Тебе величаем слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресла и во веки веков аминь Господи помилуй Господи помилуй Господи благослови воскресе измертвое Господи Иисусе Христе Сыне Божий молитву ради причистой Твоей Матери силы честного живутворящего Креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спасти нас яко благе си и человека любис аминь Боже милостью будь мне грешному создав имя Господи помилуй меня бесчисловица грешив Господи прости меня грешного и помилуй это называется семипоклонный начал и небольшое вступление как всегда сделаем мы о молитве закончили о посте вступления кончились и сейчас о войне почему потому что здесь речь идет в конечном счете о молитве по-человечески вот просто охота чтобы был мир в семье ну понятно а чего мира нету не на своем месте если четко стоит какая-то такая иерархия то никакая никогда не будет никаких неприятностей начальник дал указание подчиненный выполняет все есть а если подчиненный начинает бунтовать выходит на площади митинги устраивает никто на работу не идет революция майдан кровь война Бог так установил Бог и говорится что жена жене глава муж мужу глава Христос Христу глава Бог Павел пишет про это и вот одна из тем самая такая очень сложная для людей а на самом деле она очень простая война воевать нельзя нельзя чтобы в семье воевали родители все дети против родителей жена против мужа все друг против друга с женой как обращаться как с немощнейшим сосудом немощная она во всех отношениях меньше у ней возможности другие исследования были показывают в умственном отношении женщина на 25% слабее мужчины и по силе есть работы на которых по сегодняшний день женщин вообще нет ее можно и в космос пустить и на трактор а она будет потом неполноценная поднимали целью женщины все бесплодные остались почему главная причина какая дабы не было препятствия в молитвах Павел говорит обращайтесь благоразумно женщинами дабы женами дабы не было препятствия в молитвах связи с Богом дальше то за этим уже иерархия нарушается следующее она вышибает мужчину он с ней обращается не так она не может молиться он не может молиться а это целая нация не могут молиться друг на друга Ярошевич был митрополит Николай их три митрополита было в советское время выступает его книги выходят вот его пропоть одна бейте фашистскую гадину выступает с кафедры одна эта фраза говорит что человек к христианству к христианству не приблизился ни на один шаг он даже не знает что это такое и как Бог сделал в конце концов его советская власть возненавидела а за что где-то он говорил что умные люди разве будут отрицать что есть Бог фраза такая потому что все говорит о Боге звезды красота и коммунисты ему этой фразы не могли простить и умер в одиночестве да ладно еще не расстреляли так вот далее Бальсамон и Зонара это толкователи законов правил книга правил собора каждое правило требует еще и растолкования как и закон Божий вот мы же считаем толкование блаженного апелакта златоуста а толкование собора это есть Бальсамон Зонара Арестит согласно замечают что предлагаемый Василием Великим совет вообще не был употребляем в действии как по неудобству так и по уважению в начале всего же правила изложенным сноска под правилом что если человек даже защищал родину и убил там кого-то три года должен быть отлучен и за дверями стоять и он говорит правило-то Василий Великий написал совесть-то ему подсказывала кровь на нем но правило-то никогда не употреблялось но представьте с войны возвращаются почти пять миллионов людей и в храме стоять не должны только на улице ну по неудобству а какое же тут неудобство да потому что запутались враг голоден накорми а не бей фашистскую гадину да когда нас бы сделали рабами вот это и удивительно вот мы считаем когда выходит из плена Ездра Неемия царь расположен к ним он отпустил из плена потому что время назначенное Богом для исправления прошло и дает войска для охраны потому что дорогой ведет с женами с детьми несут скарб свой нападать будут а он говорит не надо вот это удивительный момент на него почти не обращает внимания не надо мы поправимся сами с нами Бог мы же доверяемся Богу если мы Богу не нужны он просто убьет нас здесь сам и все да как что разве нельзя можно 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 это ветхий завет был и вот такая высота веры и они дошли на враги там наконец их допекли так что снова пришлось к властям обращаться и тогда уже пришел указ если кто будет к ним претензии иметь какие будет дело иметь с господствующей властью и далее от кого неудобства это я пишу от того что действия воинов несовместимы со званием христианина а царю христолюбивому никак не обойтись без христолюбивого воинства неудобства сравнения с учением Евангелия вот есть сегодня государство в Южной Америке Коста-Рика и вот нашелся такой их президент и говорит нам армия не нужна почему да надеяться будем на Бога и что удивительно его провозгласили кажется лауреат Нобелевской премии и войны не было вокруг с севера воюет снизу воюет а его никто не трогает вот чудо же Божье в наши дни ну а все средства бросили на образование на медицину на строительство самое высокоразвитое государство в этом регионе а значит и неуважительно будет ко всем кто блюдет интересы отчизны царя как же на три года отлучать от причастия их а значит и тех священников которые были на войне и тех кто их послал а значит и царя надо отлучать но канон так и остался совершенно невыполнимый так нас бы завоевали да его не было бы Гитлера он не родился вы понимаете надо раньше смотреть Сталина не было бы не было бы этой ночи у родителей Гитлера и по униважению ко Христу и к Новому Завету и к Евангелию так пусть уж воюет когда нет покаяния тогда война у ворот избрали новых богов а того война у ворот виден ли был щит и копье судей 5.8 исход 13.7 тогда против нас рождается гениальная военная стратегия Чингисханы пойдут на нас когда мы нарушаем заповеди Божии внутри страны Карабахи Чечня и все друг против друга в смутное время и молиться нельзя а что будешь молиться когда бог не слышит то есть все в запрете а теперь пойдет наоборот если кто на войну не пойдет того будут запрещать католики предприняли крестовые походы ни один не два говорят семь походов не семь их было одиннадцать если кто не шел папа накладывал интердикт запрещения на целые области представьте на московскую область никто не может причаститься но для того кто идет на войну кто крест себе вышел вышивкой сделал приклеил там на спине ему можно для него литургия будет совершаться но только шепотом чтобы другие не слышали вот придумайте сами а ведь это умные люди думали так чтобы другие не слышали ну мы без причастия тогда все говорят сынок да иди ты воюй иди ну как же мы папа умирает тятя умирает и причастить нельзя явно дело что никакого понятия нет ни о Христе ни о Духе Христовом интердикт это страшная вещь я рассказывал в житии Пахомия Великого его сестра на одной стороне реки монастырь создает а он на другой у него 11 тысяч мужиков монахи а на той стороне у сестры 3 тысячи ну друг друга-то они не видят только во сне видят и бьются борются с похоть там страшно считать что и какой-то с деревни там подошел к монастырю женскому и монахиня там снаружи работает друг от друга маленько отошли они а друг друга-то видят они и он подошел и говорит а вам тут не надо что-нибудь шить может быть я портной она говорит да нет у нас своих специалистов хватит ну и все и он ушел больше ничего не было но женщина это такое коварное злое существо написано они распорили когда-то которые рядом были а она говорит а ты была с портным с каким ну а как же а помнишь брали там виноград там и а к тебе мужик-то подходил ну и что подходил так он спросил я ответил он сразу ушел ну говори мне она испугалась теперь над ней будут смеяться и она повесилась вот какое состояние-то было а это испугалась что ее теперь узнают что она ее давила до этого-то бросилась рядом река и утонула ну конечно ЧП Пахомию доложили и он этот интердикт наложил на женский монастырь на 7 лет 7 лет ни одному не давать причастия 7 лет и он святой вот за это надо наказывать а не за то что на войну не идет почему же явление креста на небе не было понятно так когда Константину Великому явился крест на небе что вот любовь Христова зовет нас евангелизировать вражеские полки его верховный штаб и их царя а было почти по языческе объяснено и понятно крест изобразительного знамена и новые крестовые походы уже пошли против православных от католиков и попутно когда шли завоевывать гроб Господень Константинополь все вокруг крушили католики христианские общины первых веков до 5 века определенно признавало в лице своих руководителей что христианам запрещено всякое убийство а потому запрещено и убийство на войне 4 столетия другой заповеди не было запрещено и все на этом но что интересно когда считаем мы житие при императоре Трояне была проверка и нашли 11 тысяч христиан 2-3 век в войсках работать не хотели а шли воевать крепкие молились убивали так во 2 веке перешедший христиан сапилософ Татьян считает убийство на войне так же недопустимым для христиан как всякое убийство а потому почетный воинский венок ну сегодня сказать там орден какой Суворова непристойным для христианина а сегодня ну сейчас то уже нету недавно было где фотографируются священники и были на войне и у них какие-то там медали были и они их вывешали себе на ряску и видно было да он заслуженный да он не заслуженный в том же столетии афиногор афинский говорит что христиане не только сами никогда не убивают но и избегают присутствовать при убийствах когда казнят других они рядом могли старались не быть было такое в третьем столетии климент александрийский противопоставляет языческим воинственным народом мирное племя христиан но всего яснее выразило отвращение христиан к войне знаменитый оригин предлагая христианам слова Исаии что придет время когда люди перекуют мечи на плуги копья на серпы он совершенно определенно говорит двоеточки двоеточие кавычки открыты мы не поднимаем оружие ни против какого народа мы не учимся искусству воевать ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира отвечая на обвинения с цельством христиан в том что они уклоняются от военной службы так по мнению сельсия если только римская империя сделается христианской она погибнет оригин говорит что христиане больше других сражаются за благо императора сражаются за него добрыми делами молитвой и добрым влиянием на людей что же касается борьбы оружием то совершенно справедливо говорит оригин что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае если бы император их к этому принуждал вот во время отечественной войны кто не шел я верующий их сразу тут же перестроен расстреливали так же решительно высказывается и тертулиан о невозможности христианина быть военным кавычки открыты не подобает служить знаку христа и знаку дьявола говорит он про военную службу крепости света и крепости тьмы не может одна душа служить двум господам да и как воевать без меча который отнял сам господь он сам сказал вложи мощь меч твоей в ножи неужели можно упражняться с мечом когда господь сказал что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет кто ведет в плен сам пойдет в плен и как будет участвовать в сражении сын мира на этом на этом остановлюсь но попутно скажу вчера какая-то душа зашла и говорит только настроишься на молитву а вы тут начинаете считать так я и настраиваю на молитву дорогая душа чтобы знать о чем молиться если ты не знаешь о чем молиться а что ты будешь молиться как ты будешь Богу то говорить нужно стоять и молиться молиться знать что просить как просить на молитве если вспомнишь кто на тебя что имеет что нужно сделать положи жертву пойди прежде примирись так вот на молитве надо припомнить кому сказал не так где вражда тем более вражда между целыми нациями эти пабы клубы разная ну где пиво пьют в Англию приезжают если немцы и узнают что это немец стараются их не обслуживать все еще держат сердце на них за молитву святых отец наше Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас Аминь Слава Тебе Божий наш Слава Тебе всяческих ради Слава Тебе Божий Божий Слава Тебе всяческих ради Слава Тебе Божий наш Слава Тебе всяческих ради Божий очисти меня грешных яко не калей же благое сотворих пред Тобою но избави меня от лукавы и добой ты мне воля Твоя да неосужденно отверзну самый недостойный восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков аминь Сарю Небесный утешителю души истинной и живи с Десы и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди вселись овны и очистенные от всяких скверных спаси блажа души наша Святый Божий Святый Крепкий Святый Бессмертный помилуй нас Святый Божий Святый Крепкий Святый Бессмертный помилуй нас Святый Божий Святый Крепкий Святый Бессмертный. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и принесной, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и принесной, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наш, як же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем тебе блажь. Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, свят, святости Божия. Богородицу и помилуй нас. Слава отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигная си Господи, умы просвети и сердцею. Снема и отверзивая, ежепетите святая Троица. Свят, свят, святости Божия. Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет. Ика и Гош за деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия. Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав. Благодарю тебя, всесвятая Троица. Ко многера твоя благость и долготерпение. Не прогневался на меня лениво и грешно. Не погубил меня со беззакония моими. Но человек олюбствовал и си обычных. И в нечаянии лежащего воздвигл меня и си. Во ежи утреннике словословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Поущайтесь со словесем Твоим. И разуметьте заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и приподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Семьдесятый Псалом На Тебя, Господь, уповаю, да не посажусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечтивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебя утверждался я от утробы. Ты извел меня из шрифа матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. Да наполнится уста моей хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепия Твое. Не отверни меня во время старости. Когда будет оскудевать силы мои, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие души мою советуются между собою. Говоря, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей. Да покроются студом и бесчестьем, ищущим мне зла. А я всегда буду уповать на Тебе и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления от силы Господа Бога, воспаляну правду Твою, единственную Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколь не возвещу силы Твоей роду сему, и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да в превыспрених, великие дела садила Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бед земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на Псалтире. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, Святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать праду Твою, ибо постажены и посрамлены ищущие мне зла. Боже, даруй Царю Твой суд, и Сыну Царя Твою правду. Да судит праведно людей Твоих, и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям, и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого, и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе пребудет солнце и луна, вроде родов. Он сойдет, как дождь, на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря, и от реки до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать в прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценно будет кровь их перед очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес наливания. И в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его в век. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословляться в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословено имя славы его в век. И наполнится слава его вся земля. Аминь и аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Многомилостивый, и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, под Своей много любви сошел на землю, и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ту не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не выйдет смерть во веки. Итак, если вера в Тебя, спаса от отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет прорешив всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я от причастника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что оторг меня от Твоих руки оградой, но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери Моей. Спадал меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбилок от Своей тайны грех, и чтобы снова потруиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потруился сатанепрещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Святой Ангел, поставь мне охранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности взлома демона, починить меня от себя и преобладай от этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. Освятый Ангел Божий, хранитель и покровитель беды в душе и тело, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не проникнуть Бога никаким грехом, и молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгонит меня смиренную несчастную раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удаляйся скверно, лукавое и хульную помысл из языка моего сердца и помраченного ума моего. И покоси твои мои страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов. И освободи меня от всех излодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яка родила, Иси Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, Желтворящего Креста Господне, не оставь меня грешным, уповающего на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Иллариона, Епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосимова, Алипия, Андрея, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Священника Владимира, Максима, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора и весь священнический и иноческий чин. И вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, дающим священникам, если угодно тебе, смири власти и воинства их. И через них сотвори благое церкви твоей. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Алексея, Эрдогена, Амана. И сохрани их от покушения на них. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Господи, научи нас ценить это в доброе, мирное время. И приготовь народ к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. За отступление от тебя. Аллилуйя. Спаси и помилуй нас, Господи, по милосердию твоему. Слава тебе за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованные тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь. Истеление наше от пожара, от воров, от нечистой силы и потопления. Живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 Ермьева, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрые жители здесь. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину. Расшир пределы наших общин. Найди новые души всех, публики на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентину, Алексея, Валентина. Надежда, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия. И всех, с кем мы познакомились. Кому возвестили слово истины. Возри на угрозы врагов, на их лживость. Закрой их уста, Дабы слово истины не было поносимо. Погаси их гнев, примири с нами. И в судный день не помяни их безумия. Аллилуйя! Благослови благодетеля наших, Елену, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Путешествующих Раисов, Льва, Сергея. Найди отступников Николая, Михаила и всех, кто их знаешь. Не дай им погибнуть в ожесточении, обольщении этим миром. Посети болящих, укрепи. Даруй им здравия в силу Сергея, Алексея, Алексея, Александру, Александру Фаину, Анну, Анну, Тамару, Калерию, Акелину, Марию, Валентину, Валентину, Василию, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все в свое время будет на пользу. Аллилуйя. И наше сокровище сайта и форм сохрани для многих людей, трудящихся на Игоре, или иметь в виду Гаврина. И обрати Тимофея, Тимофея Мартина на путь спасения, и Германа, и Александра, и Русея Максима, гонимых Юлии. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И все наше растоно, и дайте Валентину, Ирину, Татьяну Маркунину, Вольгу, Елену, Марию, Татьяну. Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресенье жизнь, вещь, отошедшая в жизни родителей-сродников благодетелей и всех православных христиан. И сотвори вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Сававов, вся земля полна славы и Валилуя. Слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою и в этой ночи? Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье. Сергею Гавриилу. И никогда не роптать, никому не завидовать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Укрепи народ Твой, Господи, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы, не страшиться старей и начальствующих, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, Те Те, пророки Божии, пророк Илья и Ильисея, Енох, Моисей, Самуил и Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееме, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Изекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Даниил, Ботроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь духом пророческим церкви свою, дабы день прихода Твоя нашего отшествия не заставлено, с неготовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделаны в духе святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию, предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфея, Марх, Лука, и Анда, дарует Господь жажду и следует священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликапс, Мирский, Устин, Философ, Касмай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелеемон, сорок святых, мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Преемсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосик, Корнили, Иоанн Сергий Радонинский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и все перевозчики священного писания. Молите Бога, о нас, да сохранить нас, Господь, в святой православной вере, а замысле еретиков ничто преврати и разрушу и обрати их на путь покаяния. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акела, Андроник, Июня, Киприан и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь, женам и делам послушания и молчания, целомудрия и стыдливость и сохраняй их от всяческого поругания, исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раиса, Марина, Юлии, Елены, Людмилу, Галину, Иоанну, и прими нашу молитву, и воздяяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини, Боже, нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, услыши, Боже, молитву всех, молящихся о нас во благо нам и исполни их, и прими нашу молитву, Господи Боже, о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их и помилуй, Аллилуйя, болящего Игоря, помилуй и спаси Игоря, говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой, и смыслу, и молитву. Игорь, Аминь. Боже, очисти меня грешного, помилуй меня, Господи, Боже, будь милостив ко мне грешным, создав имя, Господи, помилуй меня, бесчиславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй, прости мои согрешения, соделая мною в ведении и неведении, в уме и в помышлении, в воде и в ночи, и во все дни жизни моей. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за милость Твою, за долготерпение. Благослови нас встретить Пасху Христову. Аллилуйя! Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначально празднословия, сребролюбия не дажми, душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, якоб благословен Иси во веки веков. Аминь. Вот эта молитва Ефрема Сирина, она в среду вечером, так говорит священник, на той неделе перед Пасхой заканчивается, и в течение года ее больше не будет. Поэтому, если кто совсем не постился, но еще есть полторы недели, начинать поститься, вот у нас утром мы записываем события дня, сейчас будем записывать, я отключу вас тут, а кто пожелает, и тоже немного погоня, минута пройдет, я опять подключать буду, кто хочет, может участвовать. Как составляется этот часовой ролик, каждый день, какие были события, ну и далее мы дополняем вопросами и ответами, которые из моих книг, они на сайте есть, но озвучиваем. А вечером, мы перенесли на вечер, насчитываем два полчасовых ролика толкования Нового Завета, Новый Завет с толкованием Блаженного Фефилакта. Все это тоже будет выставлено, не сразу, конечно, вот сейчас он, Володя, уже подключается, сейчас буквально минутку, я отключаю и потом подключу. Так, не то сделал.